Сегодня в музее главного разведывательного управления появился новый экспонат золотая звезда героя России, который президент Путин наградил Жоржа Коваля, военного разведчика. Его имя было рассекречено всего несколько месяцев назад, уже после смерти. Между тем, во многом благодаря именно этому человеку, Советский Союз в кратчайшие сроки смог создать собственное ядерное оружие. Коваль сделал невозможное. Внедрился на сверхсекретный американский объект по производству плутония. О неизвестном герое холодной войны репортаж нашего корреспондента Александра Каневича. Небольшая фотография, несколько строк. Вот и все, что есть о разведчике Ковали в музее главного разведуправления. Рады бы показать больше, говорят сотрудники, но остальная информация под грифом совершенно секретна. Слишком важное задание он выполнял. Первый советский человек, который держал в руках плутоний для американской атомной бомбы. Единственное, если бы все добывали через агентов, а он единственный работал в самом центре. Их отпускали раз в полгода на этот, в отпуск только. Представляете, как нужно осуществить было связь. Почти 8 лет Джордж Коваль под оперативным псевдонимом «Дельмар» работал в ядерном центре в Окридже. В конце 45-го именно он переправил в Москву ценные сведения о нейтронном запале. Благодаря им советские ученые и создали первую отечественную атомную бомбу. Работая в 30-х, 40-х годах прошлого века, он внес неоценимый вклад в решение одной из ключевых задач того времени, в задачу создания атомного оружия. И я бы хотел, чтобы память о Жорже Абрамовиче была увековечена в музее главного разведуправления генерального штаба. Золотую звезду Героя России президент Владимир Путин сегодня передал в музей ГРУ. Награда, посмертно присужденная военному разведчику Коваль, теперь станет частью экспозиции. Ветеран управления, по понятным причинам не называющий имени и не показывающий лицо, лично знал Жоржа Абрамовича. Идеальный тип разведчика, который умел проникать в среду, работать среди иностранцев, добывать секретные сведения и передавать их. После выполнения спецзадания разведчик Коваль вернулся в науку. В Московском химико-технологическом университете, где он проработал больше 40 лет, про Коваль вспоминают как про выдающегося преподавателя. Хоть докторского он так и не защитил, по количеству научных публикаций, говорят его бывшие коллеги и студенты, Жорж Абрамович переплюнул бы любого профессора. Лаборант, ассистент, доцент, классический путь для ученого. О том, кто им преподает студенты Коваль даже не догадывались. Всегда отзывчивый и готовый помочь. Таким он парнем был, вспоминают бывшие студенты университета. Несмотря на разницу в возрасте, со многими по-настоящему дружил. Сейчас ходили на футбол, он был болельщиком Спартака. Я тоже, ну и в общем мы, так сказать, не пропускали практически ни одной игры противной. На студенте динамо иногда приходилось стоять несколько часов, привозить билеты. С таким же упорством Коваль создавал первую в Советском Союзе лабораторию контрольно-измерительных приборов. В ней занимаются и нынешние студенты, причем по методическим пособиям, написанным Ковалем. Талантливый разведчик был талантлив по всем. Александр Каневич, Алексей Матюшкин, Валерий Казакевич, Ольга Коваленко. Первый канал.